Всем привет! Это снова та рубрика, где я рассказываю об устройствах 70-х, 80-х, 90-х и даже нулевых годов. Но сегодня будет крайне необычный выпуск. В этом выпуске я буду рассказывать про устройства 60-х годов. Давайте начнем. PDP-1 или же Programmed Data Processor 1. Это первый компьютер из серии PDP. Он был впервые произведен компанией Digital Equipment Corporation еще в 1960 году. Сама компания впервые появилась в 1957 году. Это была компьютерная компания, поэтому она производила компьютеры, ну и прочие системы. У них были 8-битные, 12-битные, 16-битные, 18-битные и прочие системы, которые я не в состоянии перечислить, поскольку их было очень много. Остальное сможете найти в интернете, если хотите узнать больше. Однако из-за очень тяжелых финансовых положений в 1998 году компания умерла и была поглощена другой компанией, которая была основана еще в 1982 году, которая называется Compaq. Ну и Compaq тоже очень быстро умерла в 2002 году. Ну а теперь вернемся к PDP-1, а точнее к его истории. Он был создан на основе идеи другого компьютера, имевшего название TX-0. TX-0 был создан еще в Массачусетском технологическом институте в лаборатории Линкольна еще в 1956 году. Как раз те ребята, которые занимались этими компьютерами, покинули проект и основали свою компанию Digital Equipment Corporation. И таким образом, PTP-1 стал первым продуктом этой компании. На сегодняшний момент сохранилось только три экземпляра этого компьютера, и все они находятся в Музее компьютерной истории, который находится в Mountain View, в штате Калифорния, США. А теперь к характеристикам. PTP-1 имеет 18-битное машинное слово, 4 кг-слова памяти, которое имело возможность расширения до 64 кг-слов. Цикл перемагничивания памяти на ферритовых элементах занимал около 5 мкс. Это соответствовало тактовой частоте 200 кГц. Поэтому большинство арифметических операций занимали около 10 мкс, или 100 тысяч операций в секунду. Все потому, что они имели два обращения к памяти. Одно для инструкции, а другое для операндов. Игры. В 1962 году Стив Рассел создал первую цифровую компьютерную игру для PTP-1, которая называлась Space War. Цель игры проста. Главный игрок управляет одним из кораблей и должен сбить другой корабль, при этом избегая столкновения со звездой. Игра была очень популярной, поэтому ее портировали на множество платформ PTP-10, PTP-11 и PTP-12. Были также выпущены и прототипы этой игры. Galaxy Game и Computer Space, которые вышли в одном году, в 71-м. И Space Wars, которая была создана компанией Cinematronics в 1977 году. Была также создана и версия для Linux, которая называлась K-Space Duel. Но это уже современная версия. Ну и последнее это эмуляция. Эмулятор PTP-1 существует. Да ну нахуй! Да я сам в шоке. Этому компьютеру уже 59 лет. Уже он скоро наносу 60. И какой-то человек уже умудрился написать эмулятор. Но правда он один. Был написан для браузера, на языке JavaScript и с использованием технологии HTML5. На сайте mln.net в разделах новости можете найти эмулятор этот и попробовать поиграть в Space War. На этом все. Пока можете посмотреть мой геймплей игры Space War, который я записал для этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.